За предоставление раннего доступа спасибо компании Electronic Arts и программе Games Changer. Ну что ребята, вот настал тот момент, когда мы сможем с вами лично посмотреть на новый каталог, который называется Компактная жизнь. И выходит он уже 21 января. Что касаемо редактора создания персонажа, так меня очень приятно удивил тот факт, что про детей и про тоддлеров никто не забыл. Да, для тоддлеров и для детей были добавлены хоть и те же самые, но были добавлены прически. Потому что обычно, когда я обозревал предыдущие какие-либо каталоги, либо игровые наборы, и я заходил в редактор создания персонажа для тоддлеров, меня все постоянно разочаровывало, почему же не могут добавить хотя бы одну или две прически. Этот же каталог порадовал аж четырьмя прическами для тоддлеров, две для девочки и две для мальчика. Ну а то, что касаемо одежды, так здесь меня очень сильно порадовала мужская одежда. Да, ее добавили в этот каталог довольно много, в особенности верхнюю часть одежды. Одежда очень современная и очень подходящая к каталогу. И еще я заметил, что эта одежда очень подходящая, знаете, для каталога День стирки, возможно, да? И для будущего каталога, который будет связан с рукоделием. Потому что большинство свитеров, платьев, юбок, да, что касаемо женской одежды, они вязаные. Они очень такие уютные, мягкие, вязаные. Я, конечно, понимаю, что эта одежда разрабатывалась еще довольно давно, еще до того, как начался первый этап опроса по новому каталогу сообщества. Но, мне кажется, здесь разработчики очень прям попали в точку с вязанной одеждой. Что в первом этапе голосования победило вязание, это здорово. Ну что ж, я не буду вас долго мурыжить своей болтовней, потому что тут главное смотреть, главное смотреть на расцветки, потому что расцветок так же много. Они все очень классные, сочетаются друг с другом. В особенности мне понравились наряды в полный рост, как женские, так и мужские. У мужчин есть наряд в полный рост, это пижама, очень современная, классная пижама. Я такую пижаму вижу в различных фотосессиях. Короче, она прям вот современная, очень-очень-очень современная. И, если честно, я себе тоже такую хочу, но не знаю, где ее купить. Вот, но не суть. Также для девушек есть начнушка, да, правильно как это называется? Сорочка, так это можно назвать, да? Также наряд в полный рост с кармашком. Персонажи могут в ней как спать, так и, возможно, выходить на улицу, потому что она такая, знаете, современная повседневная, современная уличная повседневная. Когда персонаж может ее одеть на улицу, она будет смотреться, в принципе, нормально. Ну, разумеется, в летние времена года. Так и лечь в ней спать, как бы, там свободно, все не мешается, не в штанах и отлично. Ну, то, что касаемо одежды, причесок, кстати, были добавлены аксессуары, тоже неплохо. Вот, вы мое мнение услышали, мне в этом плане каталог понравился. Ну, а теперь я оставляю вас наедине с этой потрясающей музыкой, этим потрясающим каталогом, и услышимся уже на той части, где я буду показывать вам мебель. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, что, пришла пора смотреть на мебель и на объекты строительства. Что, что касаемо объектов строительства, так была добавлена всего лишь одна дверь. Да, всего одна дверь, и даже не добавили никакие ни напольные покрытия, ни настенные покрытия, обоев и ламината, да, к сожалению, в этом каталоге нет. То, что касаемо мебели, было добавлено несколько стульев, несколько кресел, диванчики, барный стул, а также там в дальнейшем, покажу, к барному стулу был добавлен маленький такой компактный столик, за которым ваши симы могут обедать, там, завтракать, ужинать, без разницы, да? Вот. Также были добавлены много различных кофейных столиков, тумбочек, а даже есть один компьютерный компактный стол, на который ваш сим сможет спокойно поместить ноутбук. Вот. Также, разумеется, для ванной комнаты были добавлены такие объекты, как раковинка, раковинка, раковина и унитаз, тоже выполнены в таком компактном, уютном стиле. Разумеется, про декор. Разработчики также не забыли. Картины, зеркало, кстати, картина, по-моему, всего одна, да, но имеет несколько расцветок. А также к декору отнесем ковры. Ковер также был добавлен один, но имеет несколько классных теплых и холодных оттенков. Вы все можете видеть их сейчас на своем экране. Также были добавлены полочки для ванной комнаты и полочка для кухни. На этих полочках отличается то, что для ванны, там, понятно, висит, по-моему, мочалка, какие-то шампуни стоят и все остальное, а для кухни там висят прихватки и стоят специи. Вот. То, что касаемо декора дальше, так была добавлена полочка на одну клетку со свечками. И добавлено освещение. Это настольная лампа и лампа, скажем так, торшер, да, такая широкая, тоже с маленькой полочкой снизу. Но, к сожалению, эта полочка, ну, не рабочая и не... Вы на нее ничего поставить, к сожалению, не можете. То, что касаемо освещения, так были добавлены три люстра. Они абсолютно одинаковые, только имеют разную длину. Совсем под потолок люстры среднего, да, так, средней длины. И люстры, которые можно, скажем так, крепить на второй этаж, если у вас со второго на первый этаж нет потолка. Это больше подходит для каких-то баров, клубов и всего остального. Также были добавлены компактные, скажем так, стеллажи для одежды. Да, один из них напоминает мне почему-то икеевский стеллаж, а второй почему-то напоминает пеленальный столик. Вот. Ну что, переходим к кроватям. В этот каталог были добавлены одна односпальная кровать и целых четыре кровати Мёрфи. Это кровати, которые раскладываются в положение, скажем так, стеллаж, да, и кровать опускается вниз для того, чтобы ваши симы спали. Четыре варианта кровати, это очень круто, это очень здорово, это, во-первых, очень-очень разнообразно. Я вообще ожидал всего лишь одну кровать, но их тут целых четыре, за что огромное спасибо разработчикам. Также были добавлены еще одни объекты, новые объекты, скажем так, да, это объекты три в одном. Телевизор, полка с книжками и магнитофон. Их два варианта, один, который стоит на полу, а второй вариант, который висит на стене. Также были добавлены маленькие компактные варианты книжных шкафов, да, после бесплатного обновления все помнят, что теперь декоративные книжки тоже рабочие, тоже можно их брать и читать. Вот. И также были добавлены стеллажи, ну, как полочки они просто идут, и оттуда, по-моему, тоже можно брать книжки для того, чтобы читать. Вот. Но, возвращаясь к кроватям Мёрфи, они очень классные. Да, к сожалению, это глав... Ну, не к сожалению, наверное, к счастью, наверное, как-то так. Это главный объект этого каталога, кровать Мёрфи. Все-таки телевизор и напольный, скажем так, телевизор, полка и... Как она, господи? Музыкальный центр все-таки уходит на второй план, и кровать Мёрфи занимает лидирующую позицию в этом плане. Да, на ней построен весь каталог. Сейчас давайте посмотрим на то, как эти кровати Мёрфи раздвигаются, раскладываются и складываются. Также там чуть-чуть подальше можно будет заметить, что одна из кроватей сломается. Вот, мне больше нравится все-таки та кровать, которая с маленьким диванчиком. Там сделано все так классно, что маленький диванчик тоже складывается вместе с... С раскладывающейся кроватью. Это тут маленькая, уютная, классная полочка, которая служит сначала полкой, а потом ножкой для кровати. Блин, это выглядит очень здорово. И видно, что прям реально объект проработанный. У объекта есть, во-первых, звук, да, то есть как диван раскладывается, диван раскладывается со звуком. Вот, и самое здоровое, что это можно все модернизировать, все это дело можно улучшать. Это все может еще баговать, ломаться, в общем. И то, что классно, что после бесплатного обновления ваши симы могут еще улучшать кровати. То есть добавлять им мягкости, пружинничести, да, как там правильно это называется. Короче, улучшать пружины. Очень здорово, очень круто. Мне эта кровать Мерфи нравится. Да, она называется кровать Мерфи. Вот сейчас можно видеть, что кровать у нас сломалась. И вот в таком состоянии на кровати спать вашему симу довольно опасно. Так как эта кровать может, ну, мягко говоря, убить вашего сима. Ну, не мягко говоря, да, а прихлопнуть вашего сима, когда он попытается ее сложить, разложить, свернуть. Да, в общем, это опасное дело. И если вашего сима два раза прихлопнет кровать, то ваш сим умирает. Буквально, то есть его один раз прихлопнула кровать, он, по идее, должен ее, скажем так, починить. А если же он ее второй раз пытается разложить, то кровать его, к сожалению, убьет. У меня на обзоре, по-моему, здесь персонаж не умер. Но до этого, когда я смотрел этот каталог, к сожалению, кровать убила персонажа. Пришла смерть, всего потребовалось два раза, чтобы прихлопнула кровать, и персонаж погиб, скажем так. Ну что, ребятки, под эти потрясающие похлопывания персонажа я буду заканчивать это видео. Если вам понравился обзор, то, разумеется, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать все самые свежие и интересные новости из мира The Sims. Ну а с вами был Сергей, это канал Хуба Гивили, всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.